Ну а третьим этапом будет уже сухопутная операция, которая, конечно, наверное, будет проходить не так радужно, как рисуют себе российские генералы, потому что задачей этой операции, наземной операции, будет установление военного контроля над основными городами Украины, в том числе над крупными городами Украины, включая Харьков, Днепр, Одессу, Николаев, в том числе Киев. Откровенно говоря, я не очень понимаю, как они собираются брать Киев. Ну то есть на самом деле они собираются брать Киев, Путин это достаточно открыто декларировал и прямо по сути сказал о таком намерении, они действительно собираются брать Киев и менять там власть. То есть задача войти в Киев, сделать так, чтобы Зеленский там убежал, или там арестовать его, я не знаю, или там выслать его куда-нибудь там во Львов. Ну то вряд ли они пойдут уже там совсем на западную Украину, хотя сегодня наносились удары по Ивано-Франковску, это уже там Закарпатья. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они пойдут вот дальше Киева. То есть задача установить военный контроль над восточной и над центральной частью Украины. И в первую очередь, конечно, задача взять Киев, водрузить там российский флаг и провести парад победы в Киеве. Мне кажется, эта задача авантюрная, потому что Киев это крупный город. Сколько в Киеве живет? Около двух миллионов человек, если не ошибаюсь. В Киеве очень патриотически настроенное население. Судя по результатам всех последних выборов, в Киеве население очень патриотически настроено. И крайне враждебно настроено к Путину. На фоне боевых действий эта враждебность, разумеется, вырастет в разы. Установить контроль над двухмиллионным городом с враждебным населением задача очень непростая. Я думаю, что украинцы будут оказывать сопротивление, партизанское сопротивление. Если они не смогут оказывать сопротивление с помощью вооруженных сил, с помощью украинской армии, то точно будет сопротивление партизанское. Задача, судя по всему, в том, чтобы посадить в Киев какого-нибудь политика. Вряд ли они вернут Януковича. Но мы над американскими прогнозами, над американскими разведданными посмеивались. И как-то так иронично к ним относились. Но вот американские СМИ сообщали со ссылкой на данные разведок о том, что Путин хочет усадить в кресло нового украинского лидера политик Евгений Мураев. Это такой молодой парень, который известен тем, что он занимает такую прокремлевскую позицию последовательную. Его за это ненавидят полстраны. Но он как-то вызывает у Кремля симпатию. У Путина есть кум, главный лоббист его интересов в Украине. Это Виктор Медведчук. Он в последнее время сидел под домашним арестом. И обвинялся в разных прегрешениях. В основном у нас в измене Родине. Потому что все понимали, что у него есть даже фракция небольшая в парламенте. А Медведчук, как говорят, возглавляет партию национальной измены. Партию национального поражения. И на таких людей, видимо, Путин будет опираться. Честно говоря, я не удивлюсь, если он прямо Медведчука попытается на российских штыках посадить в кресло украинского президента нового. Ну или какого-то там человека, на которого Медведчук укажет, которого он рекомендует. То есть финальная задача, видимо, именно в этом. Ну или какого-то там человека. Ну и какого-то там... Таким, вы можете загадить.